Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о сороковом стихе 23 главы книги Левит. Там говорится о предписании «Веселиться пред Господом Богом вашим семь дней». Речь идет о празднике Суккот, который исторически связан с праздником преображения. По крайней мере, вполне вероятно, что эпизод, который описывается с преображением Господа на горе Фавор, происходил в обстановке праздника Суккот. И праздник Кущей как раз отзывается с образом тех трех кущ, о которых говорит апостол Петр. Итак, праздник Суккот каким-то образом связан с торжеством и радостью праздника преображения. И для нас, православных христиан, этот праздник имеет особую силу. Не зря его называют летней Пасхой. Поэтому все, что говорится о празднике Суккот в Ветхом Завете, оно очень актуально для нас. В Евангелии от Иоанна тоже некоторые очень важные слова Христос произносит именно в контексте этого праздника. Итак, этот праздник больше, чем любые другие праздники, связан с идеей радости. Это единственный праздник, в отношении которого есть специальное предписание закона – радоваться. С другой стороны, этот праздник связан с такими воспоминаниями, которые ничего радостного в душе не рождают. Это связано со вспоминаниями о вынужденных скитаниях по пустыне в течение 40 лет. И вы понимаете, что в этом опыте нет никакой радости. И воспоминание об этом эпизоде Священной Истории предписывается каждый год проводить 7 дней, живя в кущах. То есть в шалашах, шатрах, которые сооружаются из ветви растений. В кущах живите 7 дней, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилев, когда вывел их из земли египетской. 40 лет народ странствовал в пустыне, не имея постоянного пристанища. Непрестанно скитаясь в местах, которые несовместимы с жизнью. Слово «пустыня» означает место, которое не принадлежит никому. Это место, в котором человек по определению лишен всего. Но в памяти народа, парадоксальным образом, пустыня осталась как воспоминание о первой любви. Место, где человек лишен всего, для него стало откровением о том, что у тебя есть все, когда рядом с тобой Бог. И пустыня опасна тем, что ты никогда не знаешь, что тебя ждет впереди, какие опасности тебя предостерегают. Именно для того, чтобы народ научился жить под надежным покровительством Бога. Не так, как мы привыкаем жить, пользуясь страховыми полисами, понимая, что все обеспечено, все покрыто, мы под надежной защитой законов, вооруженных сил и так далее. Но вот когда ты в пустыне, и ты лишен всякой внешней помощи, тогда ты научаешься не просто выживать или проживать, а по-настоящему жить в присутствии Бога. Именно поэтому праздник Суккот в еврейской традиции называется праздником радости, зман симхатыну, то есть буквально праздник радости. Конечно, нам кажется, что если радости, то, конечно, это Пасха, потому что это воспоминания об освобождении от смерти, и это радостные воспоминания. Праздник Пятидесятницы, шевуот, праздник дарования закона, когда народ рождается в тот момент, когда Моисей спускается с горы Синай со скрижалями завета, народ рождается как некая общность. До этого это был сброд просто людей, которые бегут из страны рабства, отныне это народ, у которого есть будущее. Но вот почему именно праздник, посвященный воспоминанию о сорокалетнем странстве, когда народ был без всякой защиты от нестерпимой жары, от ночного холода, от ветра, дождя, от укусов ядовитых животных. Что может быть радостного в этих воспоминаниях? Тем более, что у народа и не оставалось никакого другого выбора. Они просто путешествуют, и как любой путник в пустыне, он может нести с собой небольшую палатку, шалаш, для того, чтобы ее установить на месте, где он остановится на ночлег, а дальше будет продолжать путь. Итак, внешне в этом празднике нет никакого чуда. Это сплошная рутина, это тяжелые будни. Существуют древние толкования о том, что эти кущи, эта палатка, этот шатер, очень похож на облако славы, то есть то сияние вожественного присутствия, которое покрывает народ. Это не просто палатка, но некое облако, сияние, которое народ сохраняет и покрывает от внешней опасности. Ананаха воот. И это очень прекрасное толкование, великолепное. Именно им пользуется апостол Павел, когда он говорит, что в действительности отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, пили одно и то же духовное питье из того же духовного камня, и камнем тем был Христос. В действительности эта палатка, эта куща были знаком присутствия Бога, и поэтому это некое откровение, некий прообраз присутствия Христа в церкви. То, что мы видим у апостола Павла в первом послании Коринфянам, 10 главе. Но если опять вернуться к радости, в Пятикнижии вообще не говорится о радости ни в связи с Пасхой, ни в связи с праздником Нового года, ни даже Йом-Кипур не сопровождается никаким указанием на радость. Лишь только трижды именно праздник Суккот отмечен этим предписанием радоваться. И внешне этот шатер, куща, конечно, мало похожа на облако славы. Но у пророка Исаии есть очень интересная деталь. В 4 главе он толкует эту кущу, применяя ее не к прошлому, но к будущему. И вот здесь мы понимаем, что имеет в виду апостол Павел, какая у него логика. Пророк Исаии говорит, и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона, и над собраниями ее облако и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всеми чтимыми будет покров и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя. И в действительности это не то, что было в прошлом, это некое пророчество о том, что ждет впереди. Все, что с нами было в прошлом, лучшего, прекрасного, божественного, это лишь только некий знак, пророчество о том, что Господь готовит для своего народа в будущем. И другое пророчество, которое всегда вспоминается в связи с этими кущами, это, конечно, пророк Иеремия. Господь ему говорит, иди и возгласи тщери Иерусалима, так говорит Господь, «Я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Вот здесь мы получаем подтверждение тому, что я сказал в самом начале. Воспоминание о пустыне – это воспоминание о первой любви. Господь назначает своему народу свидание в пустыне. И народ представлен как невеста, как обрученная девушка, которая встречается со своим женихом в пустыне, в той земле, которая не принадлежит никому, для того, чтобы никто посторонний не мешал этому счастливому свиданию. И поэтому это всегда воспоминание о первой любви, о дружестве юности Твоей, вот как говорится в синодальном переводе. Разумеется, народ Израиля, когда пребывал в пустыне, он очень часто жаловался, бунтовал против Бога, но при этом он шел вслед за Моисеем, шел туда, куда его хотел привезти Господь. Несмотря ни на что, народ продолжал путь, как Авраам и Сара. Они были готовы совершить шаг навстречу неизвестному. И вот здесь мы с вами находим очень важный совет, что означает вера. В чем, собственно, состоит та вера, которую от человека ждет Господь. Очень часто люди думают, что вера связана с какой-то уверенностью в завтрашнем дне. Но в действительности вера с этим не связана. Вера – это мужество жить в обстановке неопределенности. И каждый момент истории исхода из Египта, путь в землю обетованную, был сопряжен с испытаниями и трудностями. Это были реальные трудности или воображаемые, просто смятения, которые накрывало народ. Но этот путь никогда не был легким. Именно поэтому Библия – самая правдивая и самая достоверная книга на свете. В ней нигде не говорится, что для того, чтобы твоя жизнь стала проще, просто будь верующим человеком. На самом деле жизнь гораздо проще, чем может показаться. Важно просто быть религиозным человеком. И тогда в твоей жизни все будет гладко и без проблем. В Библии мы видим, что все как раз наоборот. Как только человек решается заключить завет с Богом, его жизнь превращается в приключение. Его дорога становится трудной, опасной, длинной. На каждом шагу встречаются непривиденные происшествия. В любой момент может возникнуть кризис. Для того, чтобы в сознании человека навсегда закрепилась идея, ты никогда не застрахован от встречи с неизвестным. И самое главное в испытаниях всегда помнить о том, что Бог всегда верен и всегда находится рядом со своим народом. Именно об этом напоминает праздник Кущи. И напоминание о том, что никакие неприступные стены, высокие заборы тебе не дадут чувства безопасности. Для того, чтобы люди научились не бояться испытаний, Бог поселил их в шатрах. Для того, чтобы они потом тоже никогда не забывали о том, что им пришлось преодолеть на пути в землю обетованную. Другие народы рассказывают о своих пирамидах, о своих великих дворцах, которые в древности считались чудесами света, чудесами силы, человеческого гения. Они этим гордятся. У народа Божия совершенно другая история. Наоборот, он вспоминает о своей беззащитности перед капризами природы, мировой истории. Он вспоминает о своих предках, которые научились жить, а не выживать, не имея никакой внешней защиты. Это история духовной силы, а не военной силы. И сегодня эта история нам помогает быть верующими людьми в современном мире. Именно в ситуации радикальной неопределенности, какого-то кризиса. Мы как раз, как никогда, близко оказываемся с Богом. Он рядом с нами. И эти кущи, они символизируют эту непредсказуемую жизнь. Суккот, праздник кущи, это праздник радикальной неопределенности, который помогает нам научиться божественному присутствию, жить в тени своей веры. Мы все странники и пилигримы в этой жизни, но божественное присутствие – это то, что сопровождает нас, и поэтому мы можем ничего не бояться. Это единственный надежный источник стабильности, которая нам нужна в этом мире. Мире столь нестабильном, непредсказуемом, в котором все взаимосвязано, и никто не застрахован от опасности. На портале Экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Санкт-Петербурга.ру с вами был Игорь Негода.ру субтитры. Санкт-Петербурга.ру субтитры.ру 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 субтитры.ру